Здравствуйте! В эфире совместный проект общественного телевидения Приморья и ГТРК Владивосток. Приморья вперед. Мои коллеги провели пять эфиров. Темы затрагивали самые разные. Медицина, образование, экономика, спорт, сельское хозяйство и, конечно же, социальная сфера. Сегодня у нас в гостях вице-губернатор, который отвечает за развитие образования и науки в Приморском крае, Ирина Викторовна Манулова. Спасибо, что пришли, нашли для нас время. И давайте обсудим те вопросы, которые не попали в эфир, потому что длился он не бесконечно. Ирина Викторовна, первый вопрос. Кванториумы – это такие технические лаборатории, передвижные, мобильные, в которых дети могут изучать высокие технологии. Геоквант, промышленный дизайн, виртуальную реальность. Скажите, когда этот амбициозный, смелый проект сбудется в Приморском крае? Он уже сбылся. Дело в том, что на днях вагончик приехал в наш Владивосток, сейчас заканчивается монтаж оборудования, и послезавтра на главной площади, возле администрации, все желающие могут посмотреть на самом деле на оборудование этого мобильного кванториума. Хотя в самом вагончике видна только часть оборудования, которое к нему, собственно, относится. Потому что мобильный кванториум, потому и называется мобильным, что там есть еще отсек для оборудования, который разворачивается уже непосредственно на той площадке, где должны работать дети. Мобильный кванториум начинает свое путешествие по муниципальным образованиям Приморского края уже в сентябре. Это будут две площадки в самом городе Владивостоке, и затем мы плавно переезжаем в районы. Разворачивая площадку на базе базовой школы, мы задействуем не только территорию самого вагончика, но и как минимум еще двух учебных классов, где, собственно, и разворачиваются дополнительные модули. За одно посещение, мы рассчитываем, что в каждом районе мобильный кванториум будет работать в течение двух недель, порядка 440 детей смогут познакомиться с новейшими, современными, абсолютно уникальными лабораторными комплексами. И самое главное, что эта история, она доступна становится для ребенка из любой территории. Наши кванториумы, которые традиционно сегодня во многих субъектах Российской Федерации локализованы в столице, но это понятно, здесь максимальное количество ребят. Мы понимаем, что сегодня нам важно мотивировать наших ребят не только из школ города Владивостока, но и из муниципальных районов, отдаленных наших сельских школ. И тогда каждый ребенок, на самом деле, получает возможность получить хотя бы знакомство с оборудованием, но и для многих, я надеюсь, это станет тем самым звоночком, который во многом, наверное, будет определять и профессиональный выбор этих детей. Я правильно понимаю, кванториум работает по принципу «просвещай, развлекая». То есть ребенок погружается в некий интерактив, то есть он может все потрогать, попробовать, испытать. И сделать все своими руками. Более того, это не игрушка, это на самом деле очень серьезное оборудование. Если мы говорим о прототипировании, о 3D-принтере, то самое главное, конечно, мы ждем ребят, которые уже освоили азы программирования и получат возможность напечатать и создать, собственно, на 3D-принтере тот продукт, который они спроектировали. Очень интересен, мне кажется, для нашего региона будет геоквантом, потому что все, что связано с изучением геологии, а вы понимаете, что сегодня Приморский край – это действительно вся таблица Менделеева, и мы говорим о том, что современная переработка природного сырья позволяет добывать такие микроэлементы, без которых сегодня невозможно развитие микроэлектроники, в которой сегодня остро нуждаются все высокотехнологичные отрасли. И, конечно, для наших ребят возможность погружения в геологию – это погружение в мир будущих профессий, которые на территории Приморья будут чрезвычайно востребованы. Ну и, наверное, на вопрос, кем ты хочешь стать сегодня, каждый третий молодой человек отвечает, я хочу стать блогером, поэтому все, что связано с виртуальной и дополненной реальностью, все, что связано с цифровыми технологиями – это предмет еще одного кванта, который также разворачивается на этой площадке. Скажите, а какие-то специалисты приедут вместе с этими кванториумами, либо мы надеемся на наших учителей? Нет, мы будем развивать эти творческие умения у наших педагогов. На самом деле это профессиональная команда педагогического сообщества из коллег Приморья. Более того, мы планируем готовить этих специалистов в каждом муниципальном образовании, потому что кванториум приезжает и уезжает, а наши специалисты, наши педагоги остаются и продолжают работать с ребятами. Вот смотрите, две недели на самом деле – это хороший срок. За две недели можно получить достаточное количество знаний для того, чтобы захотеть реализовать их в будущем. Скажите, а где наши дети смогут эти знания потом применить, либо дальше развить, то есть какое-то дополнительное образование? На самом деле мы говорим о том, что детский технопарк – это в том числе и современная технология. Не случайно именно преподаванию технологии в школах сегодня уделяется такое серьезное внимание. И у нас есть уже готовый проект. Мы, по сути, сегодня занимаемся, пожалуй, наверное, первой в России внедрением курса робототехники как полноценного курса, заменчающего уроки технологии в средней школе. Сейчас уже определены 10 базовых школ, которые уже в этом году начинают реализацию этой программы, где, конечно, основное внимание будет уделено программированию. Это знакомство с пяти языками программирования. Мне кажется, чрезвычайно востребована профессия для территории Приморья, и не только. Это действительно интересный мир современных профессий, в который погружаются наши дети. Ну и не забывайте, у нас есть один из лучших университетов страны, где, собственно, подготовкой специалистов, в том числе и по направлению робототехники, уже сегодня занимаются. Кстати, совсем недавно, вот на этой неделе, мы подводили итоги первого студенческого конкурса по морской робототехнике. Команда студентов ДВФУ заняла первое место, причем во всех трех направлениях. Ребята показали своих уникальных подводных роботов, которых они, собственно, создают. И, конечно, это возможность освоения морских глубин, это возможность современного производства, работы с аквакультурами, исследования океана. Это то, что обеспечивает экологию в крае и наблюдение за климатом в целом на планете. Во всяком случае, робототехника в разных средах, я имею в виду наземная, подводная и воздушная, это то, чем, собственно, будут заниматься наши дети. Смотрите, это замечательно, но школ-то всего 10. А что происходит с обновлением материально-технической части в остальных школах Приморского края? А вот школ всего 10 в этом году. Дело в том, что эти школы будут базовыми, которые будут распространять этот опыт в других школах. Но одновременно в этом году уже 100 школ мы обеспечиваем современным цифровым оборудованием и восстанавливаем систему дистанционного обучения. Помимо этого будем использовать ресурс российской электронной школы для того, чтобы современные цифровые технологии стали нормой жизни в наших общеобразовательных учреждениях. Конечно, 100 школ, вы скажете, это еще не каждая, но у нас 487, поэтому каждая пятая школа у нас точно получает современное оборудование. Мы можем сказать, что мы движемся к тому, что дети в наших школах будут изучать физику в кабинете физики, а не на пальцах, что химию они будут изучать в кабинете химии. Ну и я бы не стала уж совсем говорить о том, что в наших школах вообще ничего нет. На самом деле, этот проект, он ведь уже реализовывался на протяжении нескольких лет. И действительно, у нас сегодня в школах не во всех, но есть и специализированные кабинеты физики, химии, лингофонные кабинеты. Другое дело, что вот такое оборудование и оснащение должно быть в каждой школе. И сегодня национальный проект образования, который стартует в 2019 году, собственно, на территории всей Российской Федерации, в том числе и в Приморском крае, он нацелен на то, чтобы каждое учреждение стало абсолютно самодостаточным, для того, чтобы в каждом учреждении, независимо от того, это элитная городская школа или это небольшая поселковая школа, ребенок получил возможность обучаться в соответствии с требованиями, определенными федеральными государственными образовательными стандартами. И у нас с вами очень ограниченное время. Пять лет, за которые мы должны эту задачу, поставленную президентом, выполнить. Ирина Викторовна, вот смотрите, школа – это база, да, то есть такая первая ступень. Ведь у нас есть еще среднетехническое образование, которое сегодня востребовано. Скажем так, у нас экономистов хватает, а вот слесаря можно даже из другой страны заказывать. Вот что происходит в нашем среднетехническом образовании? На самом деле, вы правы в том, что школа – это не единственное сегодня учреждение, о котором стоит говорить и которому необходимо уделять серьезное внимание на уровне региона. Потому что среднепрофессиональное образование – это тоже наша ответственность. Более того, сегодня у нас 40% выпускников девятых классов продолжают образование именно в колледжах. И только половина остается в 10-м классе для того, чтобы потом либо тоже поступить в колледж, либо, возможно, поступить в ВУЗ. Среднепрофессиональное образование – это не уровень получения рабочей профессии. Это на самом деле сегодня серьезная ступень, которой предъявляются очень высокие требования. Более того, и здесь материально-техническая база требует очень существенного обновления. В этом году 195 миллионов рублей направлено на укрепление материальной базы наших колледжей. Не всем, скажем так, мы выделили эти средства, опирались в первую очередь на те отрасли, на те направления подготовки, которые востребованы в Приморском крае. Это все, что связано с промышленностью, с сельским хозяйством, с транспортом, с энергетикой. Понятно, что оборудование достаточно дорогостоящее, но без него подготовить специалиста невозможно. Помимо этого, мы сегодня поставили перед собой очень амбициозную задачу. Нам действительно нужно навести порядок в системе среднепрофессионального образования. И как ни банально это звучит, но начинать нужно с работодателей. Потому что мы сегодня должны понимать, куда пойдет ребенок, который получил это образование. Очень важно выстроить диалог с работодателями, выстроить те самые дуальные программы, которые предполагают, с одной стороны, серьезную теоретическую подготовку, которую дает наш колледж, и очень серьезную практическую подготовку, которая востребована у работодателя. Потому что не секрет, что у нас сегодня сварщиков привозят с Украины. И это неправильно. Мы должны готовить здесь своих специалистов. Но если у нас требуется очень высокий уровень квалификации, у ребят должна появиться возможность пройти практику на том оборудовании, в тех условиях, которые есть в реальном производстве. И здесь, конечно, это наша общая ответственность. И тех, кому требуются эти трудовые кадры, и тем, кто их готовит. Но помимо среднепрофессионального, я бы сказала еще и о том, что наши колледжи готовят специалистов рабочих профессий. И это тоже очень важно, когда на краткосрочных курсах от 4 до 10 месяцев наши ребята получают специальность повара, парикмахера. Это те специальности, которые востребованы в нашей жизни повсеместно. Человек не останется без работы. А самое главное, это люди, без которых мы не можем строить нашу действительность. Еще очень важно, что это люди, которые получают на начальном этапе, выходя из учебного заведения, они получают даже больше, чем специалисты. Очень многие в профессии, которые получаются в вузах. Но это же правда. Это правда. Это правда, это нормально, потому что это непростая работа. Она требует действительно серьезных усилий. И вполне понятно, что она должна быть хорошо оплачиваема. Потому что только тогда у ребят появится интерес к этим профессиям. И только тогда мы можем быть уверены в том, что специалист не испортит вам настроение плохим обедом или дурной прической. Но у нас есть уникальный опыт, когда появление нового производства заставило систему подготовить новых кадров. С прошлого ВЭФ по поручению Владимира Владимировича мы приступили к подготовке огранщика алмазов-бриллианты. Никогда производства на территории Приморья собственного не было. Но появилась компания, которая выразила готовность. И сегодня цеха открыты. Коллективы работают и требуются новые рабочие руки. Так вот, мы готовим сейчас 50 специалистов на базе нашего колледжа энергетики и сервиса. Специалистов готовим в рамках сетевого взаимодействия с колледжем номер 11 города Москвы. Трое преподавателей, старейших преподавателей в этой отрасли прилетели сюда к нам для того, чтобы заниматься с той группой, которая была набрана не только из жителей города Владивостока, но приехали и люди из других муниципальных образований. А по какому принципу отбирали людей? То есть они должны были обладать какими-то специальными навыками, либо брали всех с той целью, чтобы им научить? На самом деле там очень жесткий отбор, потому что требуется особая острота зрения. В первую очередь существует и возрастной ценз, то есть брали все-таки людей до 30 лет, понимая, что эта специальность требует достаточно серьезной такой длительной профессиональной подготовки, потому что начальный этап 2 месяца – это действительно вход в профессию. Все остальное эти люди будут добирать уже непосредственно на рабочих местах, потому что камень требует особого отношения, и только в процессе работы с ним человек действительно понимает, он готов работать с камнем, или он останется на каких-то вспомогательных службах, которые, собственно, на производстве тоже нужны. То есть нужны люди, которые будут работать на складах, которые будут принимать, упаковывать, передавать, описывать эти камни. Поэтому здесь целый набор самых разных профессий. Но я привела это как пример возможного решения кадровой проблемы на территории Приморского края. Мы тем самым говорим нашим инвесторам потенциальным, мы готовы обеспечить вам кадры по любому направлению. Будет заказ, будет и решение. Ирина Викторовна, средне-техническому образованию уделяется большое внимание. Что делается для того, чтобы студентам было комфортно там учиться? На самом деле, вот у нас сегодня наша система профобразования, это 45 колледжей, где обучаются более 38 тысяч студентов. Это разные ребята. Ребята, которые пришли после 9 класса, после 11. Есть ребята, испытывающие серьезные материальные затруднения. И понятно, что для тех, кто живет в общежитии, у нас определена особая мера поддержки. По инициативе Андрея Владимировича, вот с 1 сентября этого года, мы обеспечиваем двухразовое горячее питание для ребят, которые живут в общежитии. На самом деле, это очень важно, потому что многие из них уехали из дома, и для многих из них вот эта возможность получить профессию и одновременно находиться на полуобеспечении со стороны бюджета, это, конечно, существенно. Человек растет профессионально и готовится к будущей самостоятельной жизни. Ирина Викторовна, скажите, сами родители, родительское сообщество как-то участвуют в жизни образования детей своих? На самом деле, любой родитель не может пройти мимо системы образования, потому что он сегодня является полноценным участником этого процесса. Кстати, если вы посмотрите требования федеральных государственных образовательных стандартов, то ровно об этом, когда и образовательную программу выбирают, корректируют, обсуждают, и условия для реализации, и, собственно, все, начиная от того, какой будет школьная форма и заканчивая требования к школьным обедам и завтракам, это все сегодня предмет для общего обсуждения педагогов, родителей и общих принятий решений. И здесь нам закон помогает, потому что государственно-общественная форма управления это управляющие советы образовательными организациями, которые должны перестать быть формальными и стать реальным инструментом совместного управления школой, детским садом, колледжем. Только тогда, на самом деле, мы можем быть уверены в том, что система совершенствуется, повышается качество образования, повышается удовлетворенность каждого, кто в этой системе работает и живет. Я говорю и о детях, и о педагогах, и, конечно, о родителе. Очень важно, что в этом году мы впервые за много лет начали реализовать модель краевого родительского собрания, и мне кажется, этот разговор получился. Мы его проводили накануне Всероссийского родительского собрания, было очень много, достаточно жестких, я бы сказала, ну, не совсем, может быть, приятных вопросов, из которых уже сегодня можно сделать вывод о том, что у нас не все хорошо с обеспеченностью учебниками, и это действительно так, потому что я получила массу фотографий, родители присылали мне учебники, которые им выдали в школе. Это, конечно, не выдерживает никакой критики. И, вне всякого сомнения, ближайшее совместное совещание с начальниками управления образования и директорами школ мы посвятим этой проблеме. И, уверяю вас, мы найдем это решение. Конечно, не сейчас, не за один месяц, но я думаю, что в следующий учебный год мы пойдем уже немножко с другими учебниками. А самое главное, родители наконец-то поймут, что этот механизм, он работает. Вторая тема, которая вызывает сегодня тревоги, особенно родители, особенно у детсадовцев наших, это организация питания. И здесь тоже мы рассчитываем на серьезное вмешательство со стороны родительских комитетов, когда мы вместе с Роспотребнадзором будем контролировать и меню, и качество школьного питания, и питание в детских садах. Ну и, естественно, вопрос качества обучения, качества подготовки наших выпускников. И здесь тоже обращение родителей, причем, в первую очередь, это родители детей с особыми образовательными потребностями. Проблемы, которые связаны со здоровьем ребенка, конечно, они должны решаться в приоритетном порядке. И система образования Приморского края, она сохранила сеть коррекционных школ, но вместе с тем у нас есть инклюзивное образование. И вот для того, чтобы оно действительно отвечало всем требованиям, нам еще придется много потрудиться. Скажите, а какая-то работа с педагогами ведется? То есть, в первую очередь, педагог должен быть готов принять такого ребенка в свой класс? И при этом не забыть остальных детей? У нас есть и специальные программы для педагогов. У нас и проводится повышение квалификации, отдельные семинары. Но, когда мы проанализировали, у нас получается, что недостаточно сегодня тех часов и тех мероприятий, которые проводятся с педагогами. Потому что, когда мы говорим об инклюзии, практически каждый педагог сталкивается с этой ситуацией. И далеко не все прошли специальную подготовку. В школах пока не хватает психологов, не хватает логопедов. А без них полноценно организовать инклюзию невозможно. Ну и на самом деле, очень большое внимание уделяется дистанционной работе, обучению таких ребят. Хочу немножко вернуть вас в историю буквально недельной давности. На базе гематологического отделения областной детской больницы открылся центр Димы Рогачева, центр обучения детей, длительно болеющих. И по договору о сотрудничестве с преподавателями второй гимназии города Владивостока мы открыли этот комплекс. И теперь в течение, я надеюсь, последующих лет у нас будет абсолютно уверенность в том, что ребята, которые попали с очень непростым диагнозом в эту больницу, они, по крайней мере, не будут оторваны от привычной среды, от процесса обучения, потому что это тоже фактор, который обеспечивает выздоровление ребенка. Давайте поговорим о целевом наборе. Я знаю, что у нас фермеров практически учат уже по госзаказу, и что идут целевые наборы в медицинские учреждения, вот хотя бы в наш Тихоокеанский государственный медуниверситет. Вы абсолютно правы, потому что действительно, Росагра, сегодня мы подписываем соглашение в рамках ВФ в сотрудничестве, потому что мы готовим специалистов для работы в отрасли по переработке мяса. Ну и, соответственно, моя задача, как вице-губернатора, обеспечить вот такую максимальную целевую подготовку по всем направлениям производственной и профессиональной сферы. И, конечно, образование и здравоохранение – это важнейшие из них, потому что, к сожалению, мы болеем. И нам очень важно, чтобы рядом с нами всегда был профессионал, профессионал в белом халате. Поэтому целевое направление – это направление, которое получает выпускник школы, проявивший склонность и желание работать в системе здравоохранения. Соответственно, бюджет берет на себя определенное обременение. И самое главное – мы обеспечиваем высокий уровень подготовки такого специалиста с гарантированным трудоустройством по месту прописки, собственно, откуда мы целевика и выпускаем. И надеемся, что именно целевая подготовка поможет нам решать кадровую проблему. Но здесь нужно помнить о том, что для подготовки медика требуется как минимум врача, как минимум 8 лет. Для подготовки, соответственно, среднего медицинского персонала 3-4 года. И все-таки это большой срок. Поэтому помимо того, что целевое направление может выдаваться выпускнику школы, договор о целевой подготовке мы можем подписывать и со студентами, которые сегодня обучаются на 2-м, 3-м, 4-м курсе, тем самым гарантируя трудоустройство на определенных условиях выпускнику. Но мы будем уверены в том, что в тот или иной населенный пункт, в ту или иную краевую больницу, центральную больницу придет молодой специалист. Скажите, а как себя школьник должен проявить, чтобы попасть в эту целевую программу? Вы сказали, если он проявляет склонность. Ну, на самом деле направления все-таки выдаются лучшим. Если школьник проявил себя на уровне предметных олимпиад, для него предметы химии, биологии стали, что называется, предметами наибольшего интереса. Он, соответственно, выбрал прохождение ЕГЭ по этим предметам. А самое главное, что целевое направление сегодня не гарантирует зачисление, как это было когда-то. Сдал на тройке и тебя приняли. Вовсе нет. И для целевиков сегодня существует достаточно высокий проходной бал, и выпускник должен подтвердить определенный уровень подготовки для того, чтобы быть зачисленным. Но у нас приходят ребята по целевым направлениям и из других субъектов Российской Федерации, то есть к нам приезжают на территорию, и, в принципе, мы готовы брать таких ребят, если они берут на себя обязательства трудоустроиться в дальнейшем и работать в нашем крае. А давайте поговорим про систему стажировок для студентов от МЕДа. Ну, я бы на самом деле хотела больше рассказать о студентах-педагогах, потому что здесь отдельная стажировка, но у наших медицинских сотрудников для подготовки тоже существует длительная стажировка. Вот сейчас, в летний период, они как раз все работают в больницах, и возвращаются они к себе уже ближе к октябрю. А такая длительная практика, она всегда дает максимальное погружение в профессию. И, конечно, человек понимает, куда он идет работать. Он совершенно по-иному выстраивает систему взаимоотношений с коллегами, он понимает специфику своей профессии. А это всегда, мне кажется, и медицина, и образование. Ну, это некое самопожертвование, если хотите, потому что человеку приходится во многом себя ограничить, потому что профессиональные требования чрезвычайно высоки. И мы, выпускников наших педагогических вузов, в первую очередь это школы педагогики в Уссурийске, это выпускники ДВФУ, в прошлом году, в феврале было принято решение о направлении на длительную стажировку выпускников бакалавриата. 50% из тех, кто прошел через такую практику, остались работать в своих школах. И сегодня я говорю об этом с гордостью, потому что это молодые специалисты, которые пополнили ряды учителей. Да, сегодня не во все школы пришли молодые специалисты, но то, что 108 выпускников школы педагогики стали теперь уже учителями, я, конечно, поздравляю ребят, и я думаю, что это правильный путь. В этом году 162 старшекурсника уже в сентябре направляются на длительную стажировку в наши школы. Слушайте, ну я так понимаю, что проблема с кадрами наконец-то все-таки начала хотя бы решаться, потому что раньше было как? Приходит выпускник вуза, не может как-то себя найти в этой школе, не может найти либо контакт с детьми, либо со своими коллегами, уходит просто. Это же очень частая была история. Теперь, насколько я знаю, работает система кураторства. Человеку помогают пристроиться. Да, вот такая стажировка, она идет под сопровождением педагогов из вуза и под сопровождением наставников, которые закреплены в школах. И на самом деле вот эта длительная практика, она становится решающей, когда человек задает себе вопрос, я готов пойти работать в школу. Но еще в этом году мы применили комплекс мер поддержки молодого педагога. Это 30-процентная доплата к окладу. Это обязательное наставничество на уровне школы. Это поддержка со стороны педагогического сообщества нашей школы педагогики. Но, кстати, это еще и возможность прохождения магистратуры. Уже непосредственно находясь на работе в школе, ты можешь продолжить получать образование, причем совершенно бесплатно. И тема твоей выпускной работы может одновременно стать программой развития той школы, в которой ты, собственно, устроил он работать. Это интересный проект, и мы о нем, конечно, еще когда-нибудь поговорим. Но я думаю, что самый большой вклад, конечно, дает та программа поддержки педагогов в части обеспечения жильем, которая начала свою работу на территории Приморья. А я напоминаю, что у нас создана специальная жилищная организация, которая обеспечивает бюджетную поддержку в виде 5,5% продукта ипотечного кредитования для работников социальной сферы, включая педагогов. А начиная с 1 января для наших особенно отдаленных территорий будет действовать еще и первоначальный взнос в размере 20% от стоимости квартиры. Конечно, это средства краевой администрации. И, конечно, мне кажется, Андрей Владимирович Тарасенко, он абсолютно правильно определил, куда нужно вложить бюджетные деньги для того, чтобы задержать педагога в школу. Не только заработная плата, но еще и решение проблемы жилья. Это всегда было очень важно. Сложно на нашу зарплату приобрести самостоятельно жилье, если нет поддержки. 5,5% ипотечный продукт – это доступная форма. Представляете, я вас слушаю и понимаю, что впервые за долгие годы у нас молодой специалист-учитель чувствует себя нужным. Он не чувствует себя каким-то брошенным или униженным. То есть, да, он чувствует, что он на своем месте. Это правильно. Более того, мы в этом году очень активно запланировали работу ассоциаций наших молодых педагогов. И уже в конце сентября, накануне профессионального праздника, состоится первое заседание в виде семинара совещания, где речь пойдет с одной стороны и о профессиональных вопросах, речь пойдет и о мерах поддержки, потому что именно молодые специалисты требуют вот такой правовой защищенности. И вот этот диалог с нашим, скажем так, будущим педагогическим сообществом Приморского края мы планируем делать ежемесячным. Поэтому я предлагаю очень большие надежды на нашу ассоциацию. Тем более, что ребята готовы к участию в профессиональных конкурсах и будем ждать своих победителей. Ирина Викторовна, а планируется ли поднять зарплату педагогическому сообществу? Не просто планируется, она уже, можно сказать, что с 1 сентября поднимается. На самом деле новый федеральный государственный образовательный стандарт, он делает обязательным внеурочную деятельность. И понятно, что эту работу проводят тоже наши педагоги. Впервые мы с 1 сентября добавляем в фонд оплаты труда оплату за внеурочную деятельность. Это дополнительное финансирование, которое получит каждая школа. И каждая школа, в принципе, самостоятельно распределяет эти средства по тем направлениям. Это могут быть индивидуальные консультации, это могут быть секции, кружки. Но вместе с тем мы попросили и сделали это обязательным, потому что сегодня Край испытывает колоссальную потребность в организации дополнительных занятий по предметам естественно научного цикла и математики. Именно в рамках вот этой внеурочной деятельности с 8 по 11 класс в этом году во всех школах Приморья мы будем реализовывать проект «Я сдам ЕГЭ по математике». Серьезная программа, которая проверена и опробирована на протяжении последних 4 лет во многих субъектах Российской Федерации, везде давала очень хорошие результаты, потому что это не просто занятие с детьми. Это одновременно очень серьезная программа повышения квалификации наших педагогов. Более того, у нас уже завтра на территории ДВФУ в библиотеке состоится семинар для работы педагогов, учителей математики по работе с одаренными детьми, с талантливыми детьми. Иван Валерьевич Ященко, который возглавляет Олимпиадное движение по математике, который проводит мастер-класс и для наших старшеклассников, и для наших учителей, как готовить ребенка к Олимпиаде по математике, как готовить ребенка к успешной сдаче ЕГЭ. И вот эта программа, она будет реализована на протяжении всего этого года. Я думаю, что результаты ЕГЭ по математике в следующем году порадуют нас, а самое главное, они порадуют наших выпускников. Кстати, мне это радостно слышать, потому что у меня мама всю жизнь преподает физику в школе. Я-то точно знаю, что позитивные изменения в наших школах есть. Это правильно, потому что когда мы говорим еще о дополнительных естественно-научных, это как раз физика, химия и информатика. Но, как вы понимаете, эти три предмета без базовой серьезной подготовки по математике практически невозможно. А математику мы даем на выбор ребятам, на базовом уровне или профильном. Потому что не секрет, если ты профильную математику не сдал, то, к сожалению, шанс получить высшее образование по многим профессиям, которые являются для нас и нужными, и важными, для ребят становится закрыто. А сколько детских садов мы планируем построить? Насколько я знаю, во Владивостоке проблема еще как-то более-менее закрыта, да, но есть потребность в крае? Нет, на самом деле и во Владивостоке сегодня потребность очень высока. Девять садов у нас сегодня, что называется, в программе строительства по федеральным программам, это четыре детских сада с ясельными группами, которые, собственно, три детских сада, город Владивосток и один детский сад, это город Уссуриз, они будут сдаваться в 2019 году, и еще пять детских садов по программе комплексного плана развития, по программе Минвостокразвития. Это, конечно, в первую очередь опять сады города Владивостока, потому что именно здесь потребность в местах и не только в ясельных группах, но и есть уже очередь для детей старше трех лет, и нам, конечно, очень важно как можно быстрее эти детские сады ввести. Ну, у нас микрорайон Снеговой Пади, конечно, где колоссальное сегодня количество домов уже сдано, и поэтому детское население требует и детских садов, и школ, к сожалению, тут строители немножко опаздывают, потому что жильцы уже есть, маленькое население уже там живет, а тем более, когда я вот была на 1 сентября в 82-й школе, обратила внимание, сколько домов готово сегодня уже к приемке, я понимаю, что квартиры будут заселять семьи с детьми, это наша молодежь. А какие перспективы? Когда все-таки появятся детские сады? Детский сад появится в 19-м, уже откроется, причем мы заложили там их сразу два. И еще мы планируем в Снеговой Пади две школы. Одна должна сдаваться в 21-м, вторая в 22-м году. Вот это то, что на самом деле снимет напряжение в этом районе и позволит перейти на обучение в первую смену. Слава Богу, что у нас вообще есть потребность в школах и детских садах, что не как в 90-е. Некем классы заполнять, некем заполнять группу в детских садах. Самое главное, что у нас еще сейчас мы взяли в работу все объекты, которые требуют достройки, я говорю, наши долгострои, да, это и школа Врочина, которая наконец-то сейчас действительно проходит последние оценки экспертов, потому что здание долго стояло и нужно посмотреть, нет ли там скрытых дефектов. Но в любом случае мы эту школу планируем закончить в 20-м году, при этом если вот будет сделано все возможное, чтобы в 19-м мы все-таки это сделали досрочно. Строится сейчас новолитовская школа, собственно, у нас в плане 19-го года стоит школа в Киевке, то есть мы не просто город Владивосток, Уссуриск, Артем, Находку, но мы еще смотрим сегодня о том, что очень многие школы требуют реконструкции, а где-то нужно строить небольшие школы и на территории сельских районов Приморского края. Ирина Викторовна, а в нашем крае должна появиться система электронного сертификата дополнительного образования, что это за система, расскажите поподробнее. На самом деле эта система внедрена в некоторых субъектах Российской Федерации и уже дает свои хорошие достаточные результаты. Это система, которая позволяет каждому ребенку получить персональный сертификат на дополнительное образование, обеспеченный некой суммой материальной поддержки. Сразу хочу сказать, в чем плюс электронного сертификата. Мы тем самым даем родителю право выбрать, каким дополнительным образованием будет заниматься ребенок. Конечно, родитель отдаст своего ребенка туда, где ему интересно, где ему комфортно и где он видит результаты. Это система, которая не может внедряться сразу на территории края по мгновению волшебной палочки. С одной стороны, она позволяет эффективно использовать площадки не только традиционных учреждений дополнительного образования, но и системы физкультуры и спорта, учреждения культуры. И тогда, если эта секция, кружок, студия работает на базе, какого-то иного учреждения, ребенок, приходя вместе с сертификатом, приносит за собой и региональное финансирование. Нам эту систему нужно будет внедрять, начиная с января 2019 года. Причем сначала не на территории всего края, а на территории мы планируем взять четыре муниципальных образования, которые в пилотном варианте попробуют эту модель. И только постепенно сможем перейти и распространить ее на территорию всего Приморья. Но у нас в дополнительном образовании уже сейчас реализуется уникальный краевой проект «Театральный урок», когда театральная сцена, уникальная сцена Приморского театра, конечно, Приморская сцена Мариинского театра, конечно, должна быть востребована. И мы должны привить культуру знакомства с театральными постановками, в первую очередь, конечно, среди наших детей и молодежи. Но я надеюсь, что воспитывая детей, мы воспитываем и родителей. Это не просто посещение спектакля, это знакомство с миром театра, с его, если хотите сказать, закулисьем. Когда ребята получат возможность познакомиться с профессиями, которые не только видны невооруженным глазом те люди, которые на сцене радуют нас своими, что называется, театральными постановками, но и те, кто обеспечивает постановку этого спектакля, его создание. Это режиссеры, постановщики, те, кто готовит нам костюмы, те, кто одевает сцену, это осветители. Уверяю вас, штат тех, кто обеспечивает проведение любого спектакля, это команда высокопрофессиональных специалистов. Это очень интересный мир профессий. И поэтому в этом году наши ребята, старшеклассники, знакомятся с театром, посещают постановки. Для них организованы мастер-классы непосредственно там. Специалисты, которые работают в театре, проводят эти мастер-классы для наших старшеклассников. Ирина Викторовна, расскажите о проекте «Наши дети таланты». Что это за проект и кто в него может попасть? Попасть может любой ребенок Приморского края. На самом деле нам бы хотелось рассказать о наших талантливых детях всем. И мы решили, что пока на сайте нашего краевого учреждения Центра детско-юношеского появится отдельная страничка, отдельный хэштег «Мы про таланты», который так и называется «Про таланты». И сегодня там уже появляются первые герои нашего времени. Но я не могу не остановиться о победителях, о которых стало известно только вчера. Это ребята с особыми потребностями, особенные дети, как мы их называем, которые, несмотря ни на что, победили в международном конкурсе вокального искусства и покорили всех своим талантом, привезли сюда главный приз конкурса. И я думаю, что лучше, если вы о них прочитаете, увидите их фотографии, увидите тот диплом, который адресован не только самим ребятам, но и временно исполняющего обязанности губернатора Приморского края Андрея Владимира Тарасенко, потому что именно он обеспечил участие этой команды ребят в международном конкурсе. Ну а если говорить про таланты вообще, мы очень часто забываем поблагодарить наших ребят за то, что они вкладывают очень много сил, и они, и родители, для того, чтобы победить, достичь какого-то результата в спорте, в искусстве, в творчестве, в интеллектуальных состязаниях. И вот для того, чтобы их поддержать, создается такой сайт. А с 1 октября у нас открывается портал образования Приморья, и там отдельная страница будет посвящена этим ребятам. И тогда все будут знать о наших юных спортсменах, юных вокалистах, юных балеринах, которые действительно радуют нас тем своими талантами. Но отдельно наш разговор о том уникальном учреждении, которое, по сути, должно стать Приморским Сириусом. Я говорю о центре, региональном центре работы с талантливыми, одаренными детьми, Остров Талантов. Мы сейчас как раз на острове. Остров этот будет базироваться на базе ДВФУ, потому что именно с этим вузом уже связана реальная работа по развитию интеллектуальных способностей наших детей. Но это не значит, что в этой программе будет участвовать только ДВФУ. В этом будут участвовать все школы, все вузы, все колледжи, вся система образования Приморского края. Мотивация – это половина успеха в учебе. Слава Богу, что такой проект у нас есть. Спасибо, что нашли для нас время, что пришли сюда. Удачи вам, вашим труде и вашим коллегам. И успехов нашему Приморскому образованию. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok